Псалом 8. Хвала Творцу за Его милосердие и за благие дары. Псалом 8. Это величие и достоинство человека. Изображение величия творения Божия. Начальнику хора на гепском орудии Псалом Давида. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и валу всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все, переходящее морскими стезями. «Господи Божий наш, как величественное имя Твое по всей земле!» Открывай красоту Псалма 8. Человек, Иисус Христос и Бог. Псалом 8 – это один из самых прекрасных и глубоких размышлений о славе и величии Бога. Он призывает нас созерцать Бога, Его бесконечную силу, мудрость и любовь, и восхищаться Его творением, человека. Откройте для себя величие и достоинство Бога, Иисуса Христа и человечества в этом вдохновляющем видео. Не забудьте подписаться, чтобы получать Бога. Псалом 8. Размышления о славе и величии Бога. Псалом 8 пронизан чувством благоговейного трепета перед Богом, подчеркивая Его исключительное превосходство и величие. В самом начале Псалма автор, как бы застыв в восхищении, провозглашает «Господи, Божий наш, как велико имя Твое по всей земле». Это утверждение не просто константация факта, а искреннее признание величия Божьего имени, которое простирается от края до края земного шара. Имя Бога, к тому же, это выражение Его сущности, Его силы, Его любви, Его вечности. Хвала из уст младенцев и грудных детей. В Псалме автор, как истинный поэт, находит подтверждение этому восхитительному в деталях творения. Он обращает внимание на то, как Бог из уст младенцев и грудных детей основал силу. В младенчестве, когда человек кажется самым слабым и беззащитным, проявляется неувядаемая сила Божья. В этот момент становится понятно, что даже самое хрупкое и нервное существо может быть инструментом Божьей милости и любви. Далее, автор говорит о небесных делах и о небесных телах, подчеркивая их название «Луну и звезды» ты поставил. Эти небесные светила служат не только для освящения, но и являются напоминанием о Божьей мудрости и силе, которые создали такое великолепие. И, наконец, как сказано, Псалом подходит к самой высшей точке размышления – к человеку. «Ты поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его» – Псалом 8, стих 7. Человек – венец творения. Человек, с одной стороны, является венцом творения, но, с другой стороны, он не намного ниже ангелов. В этих строках Псалма звучит осознанное сочетание человеческой величины и его ничтожества перед Богом. В финале Псалом снова возвращается к тому, с чего начал «Господи, Божий наш, как велико имя Твое во всей земле» – стих 10. Теперь, вместе с тем, это не просто восхищение, а глубокое убеждение, укрепившееся после размышления о Божьих делах. Псалом 8 – это приглашение понять великое имя Бога, увидеть Его силу в незначительных вещах и восхититься Божьим творением и творческим гением, который, вдобавок, оставил отпечаток на каждом элементе нашего мира. Вместе с тем, Псалом – это гимн, который прославляет Бога за Его творение и за Его великую любовь к человечеству. В Новом Завете этот Псалом тесно связан с Иисусом Христом и Его искупительной миссией – почести, воздаваемые Иисусу. В Псалме 8, стих 3, говорится «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил силу ради врагов Твоих, чтобы сделать безболвным врага и мстителя». Эти слова находят свое отражение в евангельском повествовании Матфея, 21 глава, 16 стих, где дети хвалят Иисуса как Мессию. А это, в свою очередь, приводит в ярость фарисеев, которые представляют собой врагов в контексте этого Псалма. Смирение и превознесение Иисуса, Псалом 8, стихи 6, 7, также находит свое отражение в Евреям 2, 2 глава, стихи 6, 8, и 1 Коринфянам, 15 глава, 27 стих. А также в этих стихах Псалмопевец говорит, что Бог все покорил под ноги Его. В Новом Завете эта фраза трактуется как указание на то, что Иисус, будучи Сыном Божьим, был сделан чуть ниже ангелов, евреям 2 глава, 9 стих. Но в результате своей победы над смертью был превознесен Богом и получил власть над всем творением. Псалом 8. Размышление о славе и величии Бога. Псалом 8 побуждает нас размышлять о величии Бога, о Его творении, о Его проведении и о Его великой любви к человечеству. Притом, в царстве природы мы видим следы Божьей мощи и мудрости. Кроме того, в проведении мы видим Его руководство и заботу о каждом человеке. Слава и Царство Благодати Но самая великая слава Бога проявляется в Его Царстве Благодати. Иисус Христос, Слово Божье, стал человеком, чтобы испытать на Себе все трудности и страдания жизни. И, в конечном счете, разумеется, победить смерть. Он принес в мир спасение и избавление от греха. Что, разумеется, является величайшим подарком, который Бог мог представить и предоставить человечеству. Заключение и сила Псалма 8 Исследование бесконечной мудрости и любви Бога Псалм 8 – это мощный гимн, который напоминает нам о великой любви Бога к человечеству. Он призывает нас размышлять о Его мощи, мудрости и проведении. Вдобавок, приводит нас к пониманию того, что Иисус Христос – это центр всего творения, источник нашего спасения и путь к вечной жизни. Начальнику хора на Гевском орудии Псалом Давида Если вам понравилась запись или вы получили Слово Откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.